МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К своим 20 годам Надежда Троян так и не научилась свистеть. Дома считалось, что приличной девочке ни к чему приобретать дворовые навыки. Кто же мог подумать, что таким образом ей придется выходить на связь с партизанами? В качестве пароля Надежде нужно было три раза свистнуть в условленном месте. Поэтому навстречу она решила прихватить с собой милицейский свисток. Мама искала возможность уйти в партизаны. Она знала, что рядом со смельевичами действует какой-то партизанский отряд. Но как найти выход? Она предполагала, что ее подруга, студентка медицинского института Нюра Косаревская. Каким-то образом связана с партизанским отрядом. Но Нюра на всем Наде на вопросы отказывалась отвечать. Надежде помогли случай и хорошее знание немецкого языка. Она работала переводчиком у директора конторы по торфоразработкам. И как-то раз услышала разговор о подготовке очередной карательной акции. Местные коллаборационисты обещали немцам показать место, где находится база партизанского отряда. Пройдет более полувека. Но события этого дня Надежда Викторовна будет помнить в деталях. Она так спешила предупредить партизан, что почти забыла об осторожности. Единственное, что тогда беспокоило девушку – подруга, связанная с партизанами, могла ей не поверить. Она не выдержала, значит, на грудь. В ней мы расплакались, расцеловались. И она отправила своего вот этого братика Вова Косаревского, значит, туда, чтобы предупредить партизан о готовящейся такой акции. Партизаны ушли, сожгли свой лагерь. Действительно прислали машину полицейских. Жандармерии, но там уже было пожарище. После этого случая Надежда получила от партизан предложение о встрече в лесу. Она хорошо понимала, что такая прогулка вполне может закончиться для нее подвалом полиции и безопасности. Провокации были одним из основных методов работы СД. Карательные команды нередко маскировались под отряды сопротивления. Поэтому, когда в ответ на ее свист из кустов все-таки выбрался человек, похожий на партизана, особого облегчения Надежда не испытала. Подобные подозрения были и у командира отряда Якова Василенко. После небольшого разговора он предложил девушке остаться в Смолевичах в качестве разведчика. Несомненно, это была проверка. Вряд ли партизанский командир догадывался, что у Троян был настоящий талант к подпольной работе. Столицу Белоруссии Вермахт захватил уже на шестой день войны. Большинство жителей Минска просто не успели уйти с отступающими советскими войсками. Среди них оказалась и семья Надежды Троян. Очень скоро 20-летней студентке Минского мединститута и убежденной комсомолке пришлось устроиться на работу к оккупантам. Всем горожанам старше 16 лет было предписано получить распределение на бирже труда. За отказ полагался концлагерь. Надежда нашла работу на армейской кухне, но по ночам она слушала радио и от руки записывала сводки отцов информбюро, а потом распространяла их среди местных жителей. За такую деятельность ей грозила жестокая расправа. Но Надежда считала, что ей необходимо внести свой вклад в победу. Хотя бы таким способом. Маме удалось сохранить радиоприемник, хотя радиоприемник надо было сдавать. В общем, это была такая самодеятельная работа. Конечно, ни о каком таком серьезном подполье в первые недели войны речь не шла. Тем не менее, Надежда не только вела подрывную деятельность, но и оказывала реальную помощь советским военнопленным. Лагеря для них стояли прямо в Минске. Условия там были такие, что у жителей города слезы наворачивались от бессильной ярости. Красноармейцы умирали тысячами. Надежда доставала для них продукты и медикаменты, которые передавал в лагерь немецкий солдат. Буквально за несколько дней юная девушка разговорила и фактически завербовала пожилого австрийца. Она умела привлечь к себе внимание в том плане, что ее очень любили люди. И это было, может быть, непонятно многим сначала, почему такая девчонка пигрится, а пользуется таким уважением. Но я думаю, что это как у многих чекистов бывает, таких профессиональных, такой чекисткой стала и Надя Троян, она умела расположить к себе людей. Умела быстро найти с ними общий язык. В 1942-м из Минска начали угонять молодежь на работу в Германию. Чтобы Надежда не попала в списки астербайтеров, семья Троян перебралась в Смолевичий, небольшой поселок неподалеку от столицы. Именно там девушка устроилась переводчицей на предприятие по торфоразработкам. Немецкая администрация в целях расположения к себе местного населения разрешает некоторые традиционные праздники. Так, 28 августа в Смолевичах принято решение отпраздновать «Дожинки» – гуляния по поводу окончания уборочной страды. Сюда должен приехать и генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе. Гауляйтер явно опаздывает, но все равно не спешит давать команду на отъезд. Кубе прекрасно знал, что большинство белорусов считает его исчадием ада, и втайне даже гордился этим. Покоренные народы должны бояться новой власти. Иначе как забрать у них то, что так необходимо сейчас рейху – продовольствие и рабов? Еще накануне войны рейхсмаршал Геринг сказал, «Победить на Востоке вермахт сможет только в том случае, если кормить его будет местное население». И Кубе старался как мог. Из отчета обер-лейтенанта охранной полиции Мюллера об операции в селе Борки. 21 сентября 1942 года. Расстреляно 705 человек. Из них мужчин 203, женщин 372, детей 130. Все конфискованное зерно инвентаре Скотт переданы управителю государственного имения Макраны. Кубе просто громко призывал своих сторонников убивать как можно больше славян, для того, чтобы при одном его упоминании имени кровь у них стыла в жилах. Единственная цель Кубе – оправдать доверие фюрера и вновь заслужить его расположение. Пост генерального комиссара для Гауляйтера – последний шанс реабилитировать себя. Еще в середине 30-х годов Вильгельм Кубе считался одним из самых перспективных деятелей Третьего Рейха. Выходец из состоятельной немецкой семьи, он, в отличие от большинства партийных товарищей, имел хорошее образование. Окончил Берлинский университет. Закончил исторический факультет, писал пьесы, но плохие, писал статьи хорошие с точки зрения фашистов. Центром и главной мыслью этой статьи была чистота расы и необходимость уничтожать не просто еще всех инакомыслящих, это понятно, но абсолютно всех неорийцев. Гнев его распространялся не только на евреев, но и на славян. Кубе еще в 1927 году присоединился к Гитлеру. Через год он уже депутат Рейхстага и руководитель фракции нацистов в Лантаге Пруссии по совместительству Гауляйтер округа Остмарк. В 1933-м обер-президент Бранденбурга из Западной Пруссии. Кубе делает карьеру совершенно не стесняясь в средствах. Интригует, провоцирует, пишет доносы. Кто знает, кем бы удалось стать беспринципному Гауляйтеру, если бы в 1936 году он не нарвался на более искушенного интригана – Мартина Бормана. Кубе написал анонимку, что теща этого ближайшего помощника Гитлера имеет еврейские корни. Уличенный в клевете коррупции и злоупотреблении властью, Вильгельм Кубе на пять лет угодил в опалу. Но забыт не был. Он был выскочкой, он был таким задирой, он был неожиданно, скажем так, для своего 48-летнего возраста быстр на слова и жесток, очень жесток со всеми, очень жесток. И, может быть, любил его один человек, но это был самый главный человек, который должен был его любить, это был фюрер. И фюрер сказал, он поедет хорошо в Белоруссию, но он будет гаулять в Белоруссии. К визиту генерального комиссара в Смолевичи 28 августа 1942 года тщательно готовились и партизаны. Благодаря Надежде Троян появление Кубы на праздники давно уже не было для них секретом. Вместе с командиром партизанского отряда Яковом Василенко Надежда разработала план уничтожения гауляйтера. Во время торжественного обеда в местной управе бойцы сопротивления собирались забросать здание бутылками с горючей смесью. За минувшие два месяца Надежда заслужила полное доверие товарищей. О ее работе успели доложить наверх. Командиру соединения дядя Коля, капитану госбезопасности Петру Лопатину. Именно по ее наводке партизаны недавно разгромили железнодорожную станцию. Она собрала данные о системе охраны этой станции, где находятся посты, где вышки установлены, где находятся патрули, на какие пути поддаются эшелоны с боевой техникой, с оружием, боеприпасами. На основании этой информации была подготовлена операция, которая носила диверсионный характер. Она была проведена успешно, практически без потерь. Управа Смолевичей постаралась от души. Праздновать дожинки согнали едва ли не половину поселка. В такой толпе партизаны без труда вышли на обозначенные позиции. Но Куба на праздник так и не приехал. Складывалось впечатление, что он буквально чувствует присутствие охотников. Впрочем, наместнику Гитлера в Белоруссии действительно было чего бояться. Слишком много крови оказалось на его руках. Это кадры из советского художественного фильма «Часы остановились в полночь». Сцена, где Вильгельм Куба угощает обреченных на смерть детей конфетами, очень долго считалась плодом режиссерской фантазии. Слишком омерзительная она выглядела. И тем не менее, это правда. На моем и Вильгельм конфеты это уж слишком. На таких контрастах проверяется воля. Теперь я знаю, что могу все. Эти слова для Кубы, конечно, придумал режиссер. Но они прекрасно отражают подлинную позицию Гауляйтера. Во время оккупации на территории Белоруссии действовали 14 концлагерей для детей. Малолетних узников использовали в качестве доноров крови для раненых немецких солдат. На работу в Германию угнали почти 400 тысяч жителей республики, в основном женщин и подростков. Каждый день из Минска уходило по несколько эшелонов. В местных гетто было уничтожено от 600 до 800 тысяч евреев. Один из самых крупных еврейских погромов в Минске произошел как раз после назначения Вильгельма Кубе генеральным комиссаром. В августе 41-го там было убито сразу 5 тысяч человек. 7 ноября еще 10-12 тысяч. Единственное, что заботило гитлеровского наместника, плановые расстрелы не должны отразиться на производстве округа. Из отчета генерального комиссара Белоруссии Рейхскомиссару Остланда 31 июля 1942 года. Естественно, я и СД желали бы, чтобы еврейство в генеральном округе Белоруссия было окончательно устранено после того, как его труд более не будет необходим вермахту, главному потребителю труда евреев. Склочного Куба с трудом терпели даже свои. Он моментально пересорился и с военными, и с руководством службы безопасности в округе. Генеральный комиссар, возглавлявший лишь гражданскую администрацию, старался прибрать к рукам как можно больше власти. У него были собственные представления о том, как добиться покорности от населения. Кубе был сторонником сотрудничества с местным населением. То есть он не отрицал возможность привлечения его в органы местного самоуправления. То есть он заигрывал с белорусскими националистами и пытался их как-то привлекать к управлению оккупированной территорией. Генеральный комиссар рассчитывал создать на территории Белоруссии что-то вроде ОУН, организации украинских националистов. Бандеровцев Абвер приручил еще в середине 30-х годов. И хотя абсолютно не доверял им, активно использовал. Коллаборационисты не только помогали немцам бороться с партизанами, но и вели массированную пропаганду среди населения. В Белоруссии Кубе опереться не на кого. Численность белорусской национал-социалистической партии в лучшие времена не превышала 2000 человек. Несмотря на все усилия Гауляйтера, фактически провалилось создание национального научного общества, женской лиги и автокефальной церкви. Как опытный политик он понимает, что единственная возможность выиграть войну с партизанами натравить белорусов друг на друга. Это секретный доклад начальника разведывательно-диверсионного управления НКВД Наркому внутренних дел. Павел Судоплатов цитирует обращение Вильгельма Кубе, опубликованное в июле 42-го года коллаборационистской белорусской газетой. Чем крепче сам белорусский народ возьмется за борьбу против Москвы и ее банд, тем быстрее оформится будущее белорусского народа в сотрудничестве с великонемецким государством под руководством Адольфа Гитлера. В этом же докладе Судоплатов сообщает о попытках генерального комиссара сформировать из белорусов так называемый корпус самообороны. Причем речь идет уже о принудительной мобилизации молодежи, так как идея набрать добровольцев быстро провалилась. В мае 1943-го рейхскомиссар Остланда Генрих Лозе поддержит предложение Кубе о создании в оккупированной Белоруссии национального региона под эгидой СС. Примерно в это же время Гауляйтеру удастся сколотить в Минске раду доверия. По сути, совет коллаборационистов. Первое, что она предложит своим хозяевам, сформировать ложные партизанские отряды для борьбы с настоящими. О том, к чему может привести такая бурная деятельность, в Москве поняли гораздо быстрее, чем в Берлине. Задача была поставлена всем отрядам по линии органов госбезопасности и Центрального штаба партизанского движения проводить эти акции в отношении руководителей оккупационной администрации. В Белоруссии началась охота за генеральным комиссаром Белоруссии Гильгельмом Кубе. 17 февраля 1943 года один из партизанских отрядов, базирующихся недалеко от Минска, под руководством подполковника госбезопасности Орловского, готовил покушение на колонну машин. Высшие чины оккупационного руководства готовили поездку заранее, и списки офицеров стали известны партизанам. Через своих разведчиков, которые находились в Минске, они получили информацию о том, что 17 февраля Кубы и большая группа высокопоставленных чиновников гитлеровских операционных властей планировали выехать на охоту в Ляховический лес. Это недалеко от Минска. На маршруте движения неподалеку от села Мокшица была организована засада. В бою было уничтожено больше десятка старших офицеров и оккупационных чиновников. Среди них гаупт комиссар Барановича и группенфюрер Фридрих Фенц. Редкая удача. Но главная добыча в засаду не попала. В составе этой колонии оказалось самого Кубы. В последний момент он отменил свою поездку. Подполье не смогло предупредить. Кубы на этот раз ушел от расплаты. Оставаться в Смолевичах стало слишком опасно. Начальство в любой момент могло обнаружить гигантский расход бланков на пропуска, благодаря которым партизаны могли спокойно проходить через немецкие посты. Да и регулярные отлучки переводчицы во время поездок в Минск наверняка уже вызывали подозрения. Первомай 1943 года Надежда Троян встретила в партизанском отряде «Буря», одном из подразделений бригады «Дяди Коли». Фактически она стала резидентом разведывательно-диверсионной группы НКГБ. Спецподразделение под командованием подполковника госбезопасности Ивана Золотаря работало на базе этой бригады. В оперативных сводках Надежду теперь называли «Канской». Что значит быть резидентом? Это значит уже руководить целой агентурной группой в оккупированном городе, поддерживать с ними связь, принимать с них информацию и, соответственно, доносить ее до руководства отряда, отбирать людей для вербовки и, собственно, проводить саму вербовку новых членов этой подпольной группы. В лес Надежда ушла с профессиональным шиком. Чтобы не подставлять родных и друзей, она организовала фиктивный брак с бывшим однокурсником из Минска. Знаешь, мне очень нужно выйти замуж. Давай, он говорит, а в документах там отметки не будет. Я пошла на святую ложь, говорю, по-моему, сейчас не ставят никаких штампов. В общем, пришли мы в городскую управу, значит, нас поздравили, зарегистрировали, в печать ему поставили в паспорт, ему плохо стало на минуточку, но зато нам выдали посвечения о браке. А это удостоверение мне очень пригодилось. Я показала своему начальнику, шефу, говорю, вот он мне нужно к мужу. Я вышла замуж. Теперь с новыми документами Надежда могла беспрепятственно покинуть город. Таким образом пришла в этот пятый отряд Буря. Обрадовалась, стала я медсестрой, стала я пулеметчицей вторым номером. Это значит, на мне висел диск. А пулемет у нас был из танковой. Не из танковой, а из танка. К середине 1943 года на территории Белоруссии действуют несколько сотен отрядов сопротивления численностью более 150 тысяч человек. Партизаны регулярно громят немецкие гарнизоны, взрывают мосты и железные дороги. Только спецотряд под командованием Петра Лопатина за полтора месяца войны отправил под откос больше 200 вагонов с немецкими солдатами, техникой и амуницией. Уничтожил два моста и взорвал линию связи между Берлином и фронтом. Развитием народного сопротивления занимаются сразу три ведомства. Центральный штаб партизанского движения, разведуправление РККА и органы госбезопасности. В массовом сознании сформировался образ партизана Великой Отечественной войны в виде некого дедушки Бородатого с внуком, которые взяли двустволку и пошли в лес воевать с оккупантами. Безусловно, такие типажи тоже присутствовали в партизанском движении, потому что это было всенародное движение. Но организующую и направляющую роль все-таки играли органы госбезопасности. Шло формирование и засылка на оккупированную территорию специальных разведывательно-диверсионных групп, которые состояли, как правило, из кадровых сотрудников органов безопасности, которые постепенно обрастали партизанами из числа местного населения, бывшими военнопленными, и разрастались из нескольких десятков человек до нескольких тысяч человек. За успехи партизан нацисты жестоко мстят местному населению. Для массовых убийств нацисты зачастую используют подразделения, сформированные из коллаборационистов. На борьбу с партизанами в республику перебрасывают и национальные части охранной полиции СС из Прибалтики. Но, несмотря на это, Вильгельм Кубе всеми силами старается увеличить количество местных коллаборационистов и запускает в массы теорию о барийском происхождении белорусов. 22 июня 1943 года. Генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе неспеша наслаждается чаем. У него еще есть время, чтобы успеть в театр. На вторую годовщину освобождения республики от большевиков там должны давать пьесу местного драматурга. В свое время Кубе и сам писал для сцены. Там же, на театральных подмостках, встретил и свою вторую жену – Аниту. Гауляйтер вообще был склонен к игре на публику. Вильгельм Кубе стал единственным из немецких администраторов, кто рискнул привезти свою семью на оккупированную территорию. Фюрер должен был заметить, что наместник готов пожертвовать самым дорогим во славу Рейха. О пристрастиях Гауляйтера знали и в Минском подполье. Еще рано утром, 22 июня, под сцену театра заложили мощную бомбу с часовым механизмом. Взрыв должен был полностью уничтожить весь зал. К сожалению, на это мероприятие не пришел Кубе. Взрыв удался. Были многочисленные жертвы среди офицеров и других представителей оккупационной администрации. Но Кубе удалось уйти от возмездия в данной ситуации. Опыт неудачных покушений показал, достать осторожного наместника можно только оперативным путем. Необходимо было вычислить кого-то из ближайшего окружения Гауляйтера, кто согласился бы взять на себя роль палача. Поиски такого человека поручили Надежде Троян. Надина командира обратили внимание на особенности ее характера. быструю реакцию, умение анализировать и принимать правильные решения сложной ситуации, умение находить контакт с людьми, располагать к себе людей и хорошее знание немецкого языка. 21 августа 1943 года. Надежда Троян неподалеку от резиденции Кубе ждет своего агента. Служанка Елена Мазаник из особняка Гауляйтера явно испугалась, когда услышала предложение Надежды уничтожить своего хозяина. Вот уже третью неделю Троян работает с ней, потихоньку прощупывая и приучая к мысли о сотрудничестве с партизанами. Елена от общения не отказывается, но и ответ давать не спешит. Конечно, она боялась, она правда боялась. Кто вообще мог достоверно сказать, не агент ли гестапо Надежда? Елена Мазаник оказалась идеальным вариантом для вербовки. Из всей многочисленной обслуги Вильгельма Кубе молодая женщина была единственной, кому позволялось выходить в город. Надежда не стала скрывать от Мазаник, что пришла от партизан. В спецслужбах это называют вербовкой в лоб. Мама, кстати, в своем отчете говорила, что это никакая не вербовка была. Просто это была дружеская беседа. И не одна беседа. Они встречались на протяжении двух недель каждый вечер. Наде удалось ее расположить к себе. Хотя не сразу это удалось. На самом деле это был настоящий подвиг. В спецслужбах все знают, что ежедневные встречи с агентом ведут разведчика к неминуемому провалу. Но Надежда понимала, что условия требуют непрерывного психологического контакта. Мазаник должна была осознанно пойти на крайний риск. Сначала рассматривался вопрос, связанный с применением отравляющего вещества, там, стрихнина. Но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку очередность приема пищи в доме была, так сказать, нестабильной. То есть первыми могли отравиться жена и дети Кубы. Поэтому от этой идеи отказались. Решили точечно подложить бомбу под то место, где он спит. 21 августа 1943 года стало ясно, что Надежде удалось добиться самого главного. Она все-таки нашла брешь в обороне неуловимого Гауляйтера. Она была такой эмоциональной, такая женщина крупная, сильная, молодая, интересная. Знаешь, у него бывает много генералов, вот если их бы сразу, вот может быть как-то, что-то. Это был страшный враг. Если вы видели то, что они здесь делали, как они вешали, мне казалось, хоть одного убить, и то мне будет легче. Все-таки я какой-то грех с души сниму. Надежда тогда не знала, что к вербовке решено подключить еще одного разведчика, Марию Осипову. Связная партизанских отрядов Борисовского района работала сразу с двумя ведомствами. В НКВД ее знали под псевдонимом Ганна Черная. В докладах армейской разведки она проходила как цапля. Мария была старше, опытнее и жестче в обращении. С Еленой Мазани Косипова встретилась только один раз. И каким был их разговор, можно только догадываться. Здесь не только акцент делался на ее патриотический настрой, но и на то, что линия фронта уже приближается. К тому моменту Красная Армия уже вышла на уровень Днепра после победы под Курском. И уже встал вопрос о том, что после освобождения города встанет вопрос о том, что надо будет отвечать перед советской властью о том, кто что здесь делал во время оккупации. Окончательно убедить Елену Мазаник удалось только после того, как партизаны дали гарантии безопасности ее семьи. Сестру и племянников обещали забрать в лес прямо в день покушения. 21 сентября 1943 года. Надежда Троян уходит из расположения партизанской бригады в Минск. В коробке из-под торта она несет бомбу для нацистского наместника. Девушка отчетливо понимает, что для нее этот путь, скорее всего, будет в одну сторону. В тот момент возникла ситуация, что фактически две бомбы двигались в оккупированный Минск параллельно. Одну из них из отряда разведупра Красной армии в корзинке с под ягодами везла Мария Осипова, а другую сутками позже на велосипеде в коробочке из-под торта везла Надежда Троян. Если Надежда Троян получила свою мину от подполковника госбезопасности Ивана Золотаря, то Марию Осипову снарядили в отряде, заброшенном в белорусские леса армейской разведкой. Оба ведомства должны были работать параллельно, но так уж вышло, что линии сошлись в одной точке. Чувство надвигающейся опасности мучило в этот вечер генерального комиссара особенно. Везунчик Кубы, конечно, не знал, что накануне утром пост полевой жандармерии в Борисовском районе, нарушил приказ и почти без досмотра пропустил молодую женщину, возвращавшуюся из леса. Уж очень аппетитной была жареная курица, подаренная солдатам. Кто бы мог подумать, что под ягодами в лукошке Марии Осиповой лежала бомба для гауляйтера. За сутки до совершения акции она вручила эту бомбу Мазаник. Они вдвоем, так сказать, провели некий сеанс инструктажа. Оказалось, что взрыватель не совсем плотно входит в соответствующее отверстие. Они взяли ножницы, расковыряли это отверстие. Такие наивные женщины положили эту бомбу под матрас, попрыгали на ней, не проявляется ли телом эта бомба. И, положив под подушку, на ночь легли спать. Такая вот женская непосредственность, скажем так. Утром Елена Мазаник чудом пронесла бомбу мимо охраны и установила в спальне. Заскочила в спальню. Смотрите, вот кровать одна, вот вторая. Это крайняя кровать. Я быстренько присела вот так, между матрасом и пружинами засунула мину. А знаете, пружины там уже переплетены мировками. А пружины оказались открытые. Выскочила в спальне, села вот так на кровать. Благо, чтобы была постель не убрана. Покачнула все еще, для того, чтобы она не вылетела. Взрывное устройство было с химическим таймером. И поэтому характерного тиканья слышно не было. После обеда Мазаник сбежала, сославшись на больной зуб. 22 числа в 0 часов 40 минут произошел подрыв. Пострадал только один Кубе. У него вырвала часть груди, по-моему, левой, и оторвала руку. Жена и дети не пострадали, потому что они находились в соседней комнате. На следующее утро после смерти Кубе Минск бурлил. На улицах усиленные патрули. Все выезды из города блокированы немецкими солдатами. По всей белорусской столице шли оплавы и массовые аресты. Надежда Троян оказалась в толпе в очереди пропускного пункта. И случайно услышала от патрульных жандармов, что в городе разыскивают женщин, убивших генерального комиссара. Хватать приказано всех подряд. Служба безопасности разберется. Стало понятно, что Кубы казнили без нее. Я на другой шоссе, идущий на Москву. И там перед урочи то же самое. Всех останавливают. Всех, значит, женщин в одну сторону, мужчин отпускают. А женщин грузят на транспорт и отвозят в Минск. По-видимому, в Гестапо, в жандармиринцы. Я думаю, боже мой, куда же... А я стою здесь же, в этой же толпе, велосипед, корзина, мина. С Миной расстаться я знаю, как она дорого досталась. И расстаться не могу. И пройти не могу. За несколько дней СД перевернет весь город. Специалисты службы безопасности будут идти по следам партизанок, но захватить никого из непосредственных исполнителей приговора так и не смогут. Надежду Троян, Елену Мазаник и Марию Осипову самолетом переправят в Москву. На протяжении десятилетий звучало, что эта казнь организована патриотами, партизанами, местными подпольщиками. О том, что под этой триадой скрывались оперативные сотрудники органов госбезопасности, не говорилось на протяжении нескольких десятилетий. Осенью 1943-го всем троим девушкам будут присвоены звания Героев Советского Союза. А в Германии участников ликвидации Вильгельма Кубе объявят персональными врагами Рейха. Субтитры создавал DimaTorzok